И всем привет, ребят, с вами Mr.Walker, и сегодня вписываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня вместе с вами мы обсудим очень интересное изменение, которое вчера произошло у нас в игре. Ну а если вы ждали подобного рода видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунтике, установите мы личные так-тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо сегодняшней темы, то сегодня вместе с вами мы обсудим новый обновленный вызов принят, и то, что теперь за топ-10 в вызове принят, вместо каких-то имбовых устройств, будут давать 16 единиц ядерной энергии. Честно говоря, когда я увидел это в первый раз, я подумал, может это какая-то первоапрельская шутка, может быть это рофл от ореха, но факт есть факт, и теперь за топ-10 дают 16 ядерок. Это просто ничего, это пустышка, да, если сравнивать с устройством, при том, что в последнее время были всякие интересные устройства здесь, которые можно было заработать, которые можно было получить, и вместо них получить 16 ядерок, но это прям... ну... ну можно сказать просто пустой приз, да, просто пустой приз. 16 ядерок это ничего, да, если сравнивать с каким-то имбовым сильным устройством, то 16 ядерок это ничего, и вместе с этим, понятное дело, что актуальность и интерес вокруг вызова принят у игроков будет становиться автоматически меньше, да, так как с таким призом уже не такое большое количество игроков будет заинтересовано в набитии большого количества звезд и в игре на дистанции, да, то есть теперь будет интерес только у тех игроков, которые там хотят получить первое место и дрон, да, и то я думаю, что за этот период времени их уже стало меньше тех игроков, которые хотят это дело реализовать, ну и игроков, которые будут бороться за топ-10 и будут бороться за эти устройства, станет значительно меньше, так как очевидно, что за 16 ядерных энергий, ну, не будут бороться так игроки и бить звезды. Окей, там, например, ты хочешь набить дрон, ты там первые несколько дней понабивал звезды, понял, что у тебя там шансов забрать первое место нету, все, как бы игрок уже дальше не будет набивать столь большое количество звезд и так много времени проводить в игре, да, если это было бы, например, раньше, то, например, сначала он бы там набивал звезды и думал, блин, хочу топ-1, хочу забрать, например, дрон, да, потом он понимал, что он там не дотягивает, но при этом он видел потенциал в каком-то хорошем устройстве, соответственно, он уже акцентируя внимание на это устройство, продолжал набивать звезды и забирал звезды за топ-10, да, а есть игроки, которые просто боролись за топ-10, чтобы получить устройство. Сейчас же, очевидно, за этот топ-10, ну, я думаю, что никто бороться не будет, да, да, можно там получить условно там за топ-50 какие-то дополнительные танкоины, получить ключи, получить еще что-то, но тот самый потенциал и смысл игроков, которые били большое количество звезд, он в рамках этого вызова принят уже утихает и нужно придумывать какие-то новые интересные награды, да. Очевидно, что даже вызов принят на сегодняшний момент времени уже приелся, и если в нем с, например, следующего раза, да, либо через там месяц появятся какие-то новые интересные награды и призы, как я изначально давно-давно уже говорил, чтобы тут появлялись награды там за топ-10, за топ-20, за топ-30, топ-40, да, и так далее, чтобы было больше призов, больше актуальности вокруг него, то тогда вызов принят может снова ожить и этот, можно так сказать, дополнительный мини-ивентик, да, мини-ивентик, я так назову, он был бы еще более интересен и собирал бы вокруг себя большее количество игроков, которые бы старались бы набивать большое количество звезд. В моем же понимании, то, что вижу я на сегодняшний момент времени, Орех наоборот хочет, чтобы в вызове принят было меньше актуальности, да, так как добавить за топ-10, 16 ядерок это, ну, явно не то, что ждали игроки, да, явно не тот приз, который хотят получать многие, да, но если сравнивать, например, там, ну, вот устройство какое-нибудь, возьмем Фауст, да, Фауст или 16 ядерок, что вы выберете? За что у вас будет больше стимул бить звезды? За что у вас будет больше стимул прокачиваться, да, и стараться как-то там зарабатывать звезды, чтобы получить награду? Очевидно, за устройство, но не за 16 же ядерок, да, поэтому очень-очень спорное решение добавления ядерок, я целиком и полностью не понимаю, с чем это связано, может быть, может быть, это первоапрельская шутка, но вот такой вот вызов принят вчера, мы вместе с вами получили, к которому у меня лично большое количество вопросов. Пишите, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу 16 ядерок, какой приз, по-вашему, является более ценным, 16 ядерных энергий или какое-то новое интересное имбовое устройство? Если согласны с моей точки зрения, то обязательно поддержьте данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и высказывайте свою точку зрения в комментариях к этому видеоролику. У меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!